Всем привет дорогие друзья, меня зовут Коди Лущьянов. В данном видеоролике я взял интервью у следящего за хелперами. Надеюсь вы улепите свой огромный лайк и досмотрите до конца данный видеоролик. Те кто кушает, приятного аппетита. Ну а всем желаю приятного просмотра, мы начинаем. Привет Денис, ты попал на интервью. Первый вопрос, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты? Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 15 лет, я из Юнис-Калинска, я играю сам? Нет, можно так сказать сам. Хорошо, почему ты выбрал именно игру сам? Выбрал данную игру с ютуба, я только сидел в ютубе и мне документация вылезла, как сказать, в видео. И после этого я посмотрел, там еще посмотрел, мне понравилось. Позже, когда мне ноут и телефон хороший появился, я начал в это играть в данную игру, в принципе. Хорошо, почему ты выбрал именно такой сервер, как СантропРП и почему именно третий сервер? Я сидел в ютубе, мне в комментариях попал в видео, где там по проекту не рассказывают, а там по тематическому видео, не помню, честно говоря. Мой первый сервер был первый, а также потом уже с первого там на третий, там небольшая история мне была, в принципе. Хорошо, сколько времени ты играешь сам? В данный момент я так нахожусь в отпуске, я уделяюсь поменьше времени сам, как отдыхаю, как приезжаю домой, и я отыгрываю свою норму примерно 5 часов, 4-5 часов. Хорошо, сложно ли тебе на посту главного следящего за хелперей и на посту администратора? Ну, в принципе, не так сложно, администратор, в принципе, работа, конечно, нелегкая, но не самая тяжелая. Главное, как сказать, привыкнуть и дальше, где будет очень легко и повыситься, и, в принципе, попасть на любой пост. Хорошо, почему именно Ник Денис Конфи? Я вот играл в одну игру, у меня там был не компискат, потом я шил, когда это первый был проект у меня, шансы РП, я себе сделал как РП, их не ибили с компискат, а день с кончиком. Хорошо стоял ли ты на лидерках на Сантропе, либо же на других проектах? Нет, я не стоял на лидерском посту, больше стоял на хелперском. Хорошо, что ты можешь сказать игрокам, которые боятся идти на хелперку, ну или на лидерку? Лидерки больше уделяем время то, что составу, оформить форум и так далее, и там надо следить вечно, стоп тебе и не выдали выговор. На хелперке ты чистишь репорт, репорт, репорт персонаж, ты, в принципе, чистишь репорт и не доришь, и у тебя дальше по ступеньке до администрации будет все хорошо. Хорошо, как ты относишься к госорганизациями и так же, в принципе, к гетто? Гетто я не очень отношусь, так как там не очень хорошее мнение было по поводу гетто. По госорганизации более-менее лично я по мафии была моя первая фракция, любимая лкарин может стать, а первая байкеры. Хорошо, банили ли тебя на Сантропе? Если да, то за что? Был бан, конечно, со снятием администрации на 01-м, а так больше не было, в принципе. Хорошо, читерил ли ты когда-либо на Сантропе? Ну, я читерил в служебных целях, а именно когда я был на посту ГС мафии, следил, летал, чтобы не было никаких нарушений со стороны двух сторон. На безварах, точнее. Нравятся ли тебе такие проекции, как Мордор РП, Флин РП или Чанс РП? Честно говоря, мне очень нравится, так как у них меньше функционала, а у Сантропа есть и в будущем и функционала. Хорошо, а что ты можешь сказать подписчикам канала Коди Лучьяну? В принципе, как всегда, подписывать, ставить лайки и не бояться идти к такой-нибудь цели именно на Сантропе, в принципе. Что ты думаешь о таком человеке, как Коди Лучьяна, ОК, Скотт Экстези? Ну, а на этом наше интервью подходит к концу. Спасибо тебе огромное, Денис, что дал нам его. Также, кому бы ты хотел передать данную эстафету интервью? Передаю эстафету Мирона Хольмсу. Хорошо, в дальнейшем я попытаюсь с ним связаться и записать вместе с ним видос. Ну, а всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свои царские лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Коди Лучьяна, и Денис Конфи. Спасибо еще раз тебе за интервью, а также на 15 лайков выходит новое интервью, поэтому дерзайте. С вами был я, Коди Лучьяна. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...